МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. В студии Родион Архипов. Наступили на те же грабли. В городе Шумерли ситуация в сфере ЖКХ остается напряженной. Муниципалитет снова копит долги перед ресурсоснабжающими организациями. Чтобы местные жители не лишились горячей воды, на помощь пришли власти республики. Городу выделили финансовые средства на оплату задолженности. В эти выходные шумерлинских проблемах разбирался премьер-министр Чуваша. Иван Маторин провел совещание с представителями местной администрации и коммунальщиками. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Похоже, это уже стало порочной практикой. В отопительный сезон Шумерля вновь попадает в антирейтинг муниципалитетов. Долги за потребленные ресурсы в городе продолжают копиться. Хотя еще до наступления холодов власти республики направили на их погашение 60 миллионов рублей. Ситуацию это не изменило нисколько. Газовики начислили около 11 миллионов. Вы население выставили 17. Собрано 82 процента. Глава администрации сказал, ну значит где-то миллионов 14 собрали. До газовиков дошло миллион 600. До энергетиков 43 процента от начисленного. Власти Чувашии не в первый раз оплачивают шумерлинские долги. Три года назад муниципалитет уже получал из бюджета республики более 60 миллионов рублей. А потом местная администрация и вовсе взяла кредит, но под гарантией правительства. Уже очевидно, что погасить эту сумму город не в силах. И ему вновь планируют помочь. В феврале уже приняли мы у себя решение. Вот в этом феврале мы кредит этот в 90 миллионов погасим, чтобы вот развязаться с вами. Чтобы не висела эта гарантия правительства, мы погасим этот кредит. Чтобы просто не связываться с вами. Потому что каждый раз идет ответственность. Наш имидж идет. На эту проблему у местных властей свой взгляд. Чиновники винят во всем тарифы, которые не покрывают затраты и неплатежеспособное население города. Но даже представители управляющих компаний заверяют, что огромных долгов на их балансе не копится. У меня сегодня долг населения всего 2 миллиона 600. Я могу четко разделить вот это 2 миллиона 600. И в том числе там сидит, как Александр Николаевич сказал, Гончаров, муниципальный жилой фонд по договору соц.наймам. Ситуация в сфере ЖКХ не изменилась и после ремонта котельных. На их реконструкцию 3 года назад возлагали надежды. По расчетам потери тепла должны были снизиться. Но ВОЗ и ныне там. В городе много изношенных трупов. И именно из-за этого большое количество газа тратится впустую. А не на обогрев квартир. Модернизация котельных была проведена неэффективно. Неэффективно в городе провели и энергоаудит. За работу взялась компания из Ульяновска. Но данные специалистов разнятся с реальной картиной. Разобраться в жилищно-коммунальном хозяйстве чиновникам города придется в самое ближайшее время. Необходимо наладить учет потребленной энергии. Только тогда будет понятно, куда утекают миллионы. Андрей Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. Сложности в Шумерле давно. Многие видят корень проблемы в том, что в городе нет хозяина. На днях суд признал виновным в совершении трех эпизодов преступления бывшего главу администрации города Алексея Зименкова. Ему назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Уголовное дело было возбуждено по материалам управления ФСБ Почувашия. Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России Почувашия установил, что в декабре 2008 года муниципальный чиновник незаконно утвердил акт приемки построенного здания налоговой инспекции и выдал разрешение на ввод его в эксплуатацию. Этот объект не отвечал требованиям безопасности, поскольку был построен с нарушением проектной документации. Помимо этого Зименков, не имея соответствующих полномочий, дал разрешение на строительство жилых домов в Шумерлинском муниципалитете, находящихся в природной рекреационной зоне. Следствию удалось раскрыть и еще один факт противоправной деятельности бывшего главы администрации. В 2008-2010 годах администрация этого города незаконно, без проведения рыночной оценки земельных участков, реализовала местным жителям 16 земельных участков общей площадью свыше 17 тысяч квадратных метров по явно заниженной стоимости. Общая сумма причиненного ущерба в результате этих действий составила свыше 9 миллионов рублей. Злоупотребление должностными полномочиями и размещение государственных и муниципальных заказов остаются сферми наиболее подверженных коррупции. Это озвучил прокурор республики на заседании Координационного совета по противодействию коррупции. Прокуратуры республики совместно с другими правоохранительными органами регулярно проверяют сообщения о нарушениях закона при размещении государственных и муниципальных заказов, имеющих широкий общественный резонанс. Особое внимание при их проведении уделяется выявлению и пресечению нарушений при размещении заказов в сферах ЖКХ, агропромышленного комплекса, дорожного строительства, образования, производства и оборота медицинского оборудования и фармацевтических препаратов. Например, взаимодействие с контрольно-счетной палатой позволило установить признаки уголовно наказуемых деяний при реализации республиканской целевой программы «Ускоренное развитие уличной дорожной сети городских округов Чувашской республики», выразившиеся в оплате заказчиков неподтвержденных объемов работ по озеленению построенных автомобильных дорог по улицам Коммунальная Слобода, Пирогова, 503 Чебокса, Академика Крылова на сумму более 99 миллионов рублей. В настоящее время по этому делу проводится проверка. За последние 9 месяцев при размещении государственных и муниципальных заказов выявлено около 500 нарушений закона. К дисциплинарной ответственности привлечены 147 должностных лиц, 102 наказаны в административном порядке, а протестовано 25 незаконных правовых актов. Также определенную тревогу вызывает качество исполнения государственных и муниципальных контрактов. Часто случаются срывы, подчеркнул прокурор республики. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. На традиционном совещании правительства Чувашия подвели некоторые итоги прошедшей недели и обсудили задачи на будущее. В Казани, где с главами субъектов по Волжье встречались полпредпрезидента Михаил Бабич и министр финансов России Антон Силуанов, Чувашию отметили как регион с наиболее высокими темпами роста собственных доходов бюджета – 108%, при том, что по России и по округу эти цифры – 104 и 103% соответственно. Профицит бюджета отмечен лишь у трех субъектов округа – Татарстана, Самарской области и у нас. Сегодня же Кабинет министров поддержал предложение Минфина Чувашия об увеличении бюджета республики на 2013 и на плановый период до 2015 года. Доходы и расходы вырастут почти на 171 миллион рублей. Дополнительные средства будут направлены на поддержку сельхозтоваропроизводителей, на строительство спортивных объектов, развитие туристско-рекреационного кластера, а также на ряд других социальных программ. С учетом вносимых изменений параметры республиканского бюджета 2013 года составят по доходам 35 млрд 595,6 млн. рублей. Относительно первоначального утвержденного закона увеличение на 5 млрд 667,4 млн. или 18,9% к уровню 2012 года увеличение на 2 млрд 336,2 млн. или на 7%. По расходам общий объем составит 38 млрд 402,8 млн. По сравнению с первоначальным вариантом рост на 7 млрд 466,4 млн. или 24,1% к уровню 2012 года расходы увеличиваются на 3 млрд 185,8 млн. или на 9%. В соответствии с предложенной редакцией закона дефицит республиканского бюджета не изменяется и остается на утвержденном уровне 2 млрд 807,2 млн. рублей. На совещании обсудили вопросы организации и проведения эстафеты Олимпийского огня в Чебоксарах. Минспорта Чувашия рекомендует работодателям по возможности сделать этот день выходным. Проезд всех видов транспорта, в том числе и общественного, будет сильно затруднен. Эстафета стартует в полдень 27 декабря от железнодорожного вокзала. Протяженность трассы 33 километра. Предусмотрено и оборудовано в соответствии с рекомендациями оргкомитета 4 пункта сборов и километра. Железнодорожный вокзал, Чувашский драмтеатр, спорткомплекс ЧГУ и стадион Олимпийский. Отобраны волонтеры в количестве 360 человек. Разработан порядок расстановки зрителей по маршруту движения. Следование эстафеты. Также прибудут к нам из районов зрители в количестве тысяч человек. Утверждены площадки проведения общественных празднований. Местами проведения станут площадь железнодорожного вокзала, Красная площадь и стадион Олимпийский. Обещают, что огонь провезут и на снегоходе, и на тройке с бубенцами. Помимо этого будет насыщенная культурная программа. Всех секретов не раскрывают, но доподлинно известно, что на Красной площади пройдет знаменитое трактор-шоу. Подробнее о других событиях, а также о том, как будет организована схема движения по Чебоксарам в день эстафеты, мы еще расскажем в ближайших информационных выпусках. Эффективные модели взаимодействия религиозных конфессий и государства на основе мирового опыта проанализировали видные российские и зарубежные ученые, лидеры религиозных объединений. Место встречи – Первый Московский международный форум. Он обещает стать ежегодным. Государство и религия – тандем современности. В Москве зарегистрировано около 40 религиозных конфессий. Впервые за 20 лет в столице России прошел религиозный международный форум «Религии и мир». Действительно отмечу, что это беспрецедентный и уникальный случай, когда мы собираем для откровенного и, может быть, даже в чем-то острого разговора представителей всех конфессий. Очень благодарен всем участникам. Если мы возьмем то лучшее, что вы сегодня нам посоветуете для реализации практической жизни. Формат форума «Религия и мир» охватил более 400 участников. В ходе дискуссионных площадок они выделили ряд базовых принципов, на которых, по их мнению, должно строиться партнерство религиозных общин и государства. Среди них – объединение усилий в отстаивании традиционных семейных ценностей, содействие и утверждение в российском обществе духа миролюбия, веротерпимости и готовности служить ближнему, поиск форм господдержки социального служения религиозных объединений. Сегодня эти два мира как бы поменялись ролями. Сегодня в нашем обществе наблюдается расцвет религиозных традиций, реальная, а не декларируемая свобода вероисповедания. А в европейском обществе все чаще и чаще мы наблюдаем случаи гонений на религию, дискриминации по религиозному признаку и намеренного стремления вывести религиозные традиции в гетто, вывести их из общественного пространства. Московский международный форум «Религия и мир» должен стать ежегодной экспертной площадкой, которая будет привлекать для обсуждения актуальных тем представителей религиозных объединений, а также научного и экспертного сообщества, полагают его участники. Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. Как на ладони, Леонид Черкесов – самый открытый глава города или вернее муниципального образования. Такой титул чебоксарскому градоначальнику присвоили по результатам конкурса «Открытый муниципалитет-2013». «Открытый муниципалитет» – это всероссийский конкурс органов местного самоуправления. Как отмечено на сайте конкурса, проводят его для того, чтобы привлечь внимание к вопросам открытости деятельности власти и доступности информации для населения. В этом году участвовали в конкурсе 250 муниципальных образований. Самых открытых выбирали по трём номинациям – Совет депутатов, администрация и глава муниципального образования. В последний и победил Леонид Ильич, что подразумевается под весьма размытым понятием «открытость», не уточняется. Однако в заявке участникам конкурса необходимо было указывать наличие сайта или раздела на сайте, регулярность освещения деятельности, наличие обратной связи с населением, количество местных СМИ, реальное влияние общественности на принятие решений и так далее. Сегодня на радиоволнах зазвучало новое радио – Тауэнрадио или родное радио национальной телерадиокомпании. Заработало оно пока в тестовом вещании на 100.3 FM. Новая радиостанция вышла на старт после того, как чуть больше года назад национальная телерадиокомпания выиграла федеральный конкурс на право вещания. О том, каким будет родное радио, далее в телерепортаже. Сегодня в 15.00 на 100.3 FM дан старт Тауэнрадио. Радиостанция в тестовом вещании, так что на этом этапе можно выдохнуть. Комментирует технический директор национальной телерадиокомпании Николай Хлебников. Полет на радиоволнах проходит нормально. Не все так гладко, но на то оно и тестовое вещание, что по ходу идет техническая наладка. Это радиостанция новая. Еще работать и работать в плане наращивания мощностей, выхода в прямой эфир. Что самое сложное на радиостанции, выйти в прямой эфир. Серьезные испытания уже завтра. В эфире заявлена прямая трансляция послания главы Чувашии к Государственному Совету Республики. А сегодня в эфире звучат музыкальные композиции на русском и чувашском языках. Подбирать контент музыкальный редактор ТВАН-радио Надежда Андреева вместе со своими коллегами начала несколько месяцев назад. А сказывает, искали качественные произведения. Было непросто. В наш эфир попадает только качественная музыка. Музыка проходит отбор по каким критериям? Техническая часть, содержательная часть. И все это вот нами было отслушано. Помимо музыкальных композиций, в будущем появятся новости на чувашском и русском языках. Просветительские и развлекательные программы. Наша радиостанция, это радиостанция с 100% своим вещанием. Где будут представлены популярные программы национального радио. Очень востребованный контент. Это современная популярная чувашская музыка. Все это будет представлено на волне нашей радиостанции. Подключайтесь, я думаю, вам это понравится. ТВАН-радио расширит охват вещания национального радио. Слушать программы национального, вещающего на волнах 105FM, возможно лишь в районах республики. ТВАН-радио покроет города Чебоксары и Новочебоксарск, где сосредоточено 47% жителей республики. Планируется, что радио заработает полноценно в январе следующего года. Ольга Григорьева, Сергей Рябчиков, Республика. Напомню, что 17 декабря на ТВАН-радио состоится первый прямой эфир. Трансляция послания главы республики Государственному Совету Чувашия. В очередном послании будут обозначены векторы работы правительства, госсовета, органов местного самоуправления, предприятий и организации на краткосрочную и долгосрочную перспективы. При подготовке послания учитывалось мнение жителей республики, представителей общественных организаций и других институтов гражданского общества. Прямую трансляцию церемонии оглашения послания главы республики Государственного Совета Чувашия также можно будет увидеть на национальном телевидении Чувашия. Услышать на национальном радио в 12 часов, повтор в 18.30. Прошедшие выходные отметились большим числом аварий. В Чувашии произошли 12 ДТП, в которых 2 человека погибли, 21 получили различные травмы. В субботу на проспекте Никольского произошло столкновение ВАЗ-21099 и «Шевроле-Лачете». Пострадали несколько человек, а виновник водитель 99-й с места происшествия скрылся. На трассе «Вятка» водитель фуры не справился с управлением и улетел с трассы, зацепив два автомобиля. В Цивильском районе 18-летний водитель 99-й проигнорировал сплошную линию, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Форд». В салоне иномарки в то время находился двухлетний ребенок. Благодаря пристегнутым ремням безопасности тяжких последствий удалось избежать. В воскресенье в том же районе водитель автомашины «Скания» при буксировке автомобиля «ДАВ» не справился с управлением и съехал в кювет. В результате водитель фуры скончался от полученных травм. Биатлонистка из Чувашии Татьяна Семенова сделала бронзовый дубль на зимней универсиаде в Трентино. Татьяна заняла третьи места в спринте и по сьюте. Оба раза Татьяна Семенова пропустила вперед польских биатлонисток, которые, кстати, выступают во взрослом Кубке мира по биатлону. Олимпийский огонь мы увидим примерно через 11 дней. Ну а тех, кто понесет огонь по территории Чувашии – прямо сейчас. Мы продолжаем рассказывать о факелоносцах. Напомню, это не только именитые спортсмены и политики, но и простые жители республики. Одним из тех, в чьих руках окажется олимпийский факел, стал Дима Григорьев. Он живет в Канаше и учится в девятом классе. Как ни странно, стать факелоносцем ему помогла не только любовь к спорту, но и к природе. Обязательным условием одного из партнеров игр, который проводил отбор участников эстафеты, было сочинение на тему защиты окружающей среды. Я вот написал, отношение какое твое к природе. Я написал, и по результату этого сочинения меня выбрали. Еще было голосование, проходило по этому голосованию. Кто больше наберет, больше баллов, тот и как бы выиграет. Поддерживали меня друзья. Я хотел стать факелоносцем, потому что это большое достижение для меня. Я буду бежать в Чебоксах по улице Калинина от остановки. 300 метров. Я все лето бегал, тренировался. Чувашия признана одним из лучших спортивных регионов страны в рамках масштабного проекта «Россия. Территория спорта». Портал sportbox.ru опубликовал рейтинг самых спортивных регионов страны. В преддверии Олимпиады в Сочи журналисты и эксперты провели специальный опрос среди пользователей портала. Рейтинг регионов по развитию спорта составлялся по сумме показателей в трех номинациях. Оценивалось развитие массового профессионального спорта, а также спортивная инфраструктура. У Чувашии в рейтинге sportbox.ru соответственно первое и второе места. До Нового года остались считанные дни, и все окружающие стараются делать друг другу подарки. Сбербанк России любит своих клиентов, поэтому и в праздники, и в будни круглый год радует их специальными услугами. На этот раз представлена новая программа обслуживания клиентов «Сбербанк Премьер». Уже более 20 лет мир отмечает Международный день качества. В Россию этот праздник пришел с пятилетним опозданием. Однако уже принес неплохие результаты. По всей стране ко дню качества приурочивают множество интересных мероприятий. На одном из них в Казани побывали специалисты из Чувашии и наша съемочная группа. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Берегите себя. До завтра. Как правило, успешные люди заранее планируют свой бизнес. Именно для них Сбербанк России организовал новую программу обслуживания клиентов «Сбербанк Премьер». Для успешных людей самым важным и недостающим, как правило, инструментом является время. И Сбербанк для успешных людей приготовил новое предложение. Это наш новый формат обслуживания «Сбербанк Премьер», где успешные люди, значимые для нас клиенты, могут позволить себе сэкономить в первую очередь время. Клиенты формата «Сбербанк Премьер» получают самое главное у нас. Это индивидуальное обслуживание персонального клиентского менеджера, возможность спланировать свой визит в банк. По программе «Сбербанк Премьер» с каждым клиентом работает свой личный менеджер. Договорившись заранее о визите, можно раз и навсегда забыть об очередях и о кошках. В «Сбербанке Премьер» вас встретят в удобном индивидуальном кабинете. Я являюсь клиентским менеджером формата обслуживания «Сбербанк Премьер». В рамках данного формата мы рады предложить нашим клиентам обслуживание в удобной конфиденциальной обстановке за чашечкой кофе. Только в нашем формате есть возможность разместить ваши денежные средства под повышенную ставку по депозитам. Личный менеджер поможет значимому клиенту спланировать свои финансовые доходы и расходы, а также с легкостью решит финансовые задачи. Самая главная функция личного менеджера программы «Сбербанк Премьер» – это создание персонального финансового плана, который позволяет определиться с целями и способами их достижения. Несмотря на то, что новая программа только начала действовать, ее услугами пользуются многие и остаются вполне довольными. Я являюсь клиентом «Сбербанк Премьер». Большой плюс в этом заключается в том, что у меня есть личный консультант, операционист, который мне может подсказать в любой момент и ответить на мои любые вопросы. Чем мне нравится обслуживание «Сбербанка» – то, что здесь нет очередей, я могу любой момент позвонить и связаться с оператором, который мне даст непосредственно полную информацию. Только в формате «Сбербанк Премьер» можно разместить денежные средства на депозиты под повышенные процентные ставки и спланировать индивидуальный финансовый план абсолютно бесплатно. Если ваш ежемесячный доход от 50 тысяч рублей, то смело пользуйтесь новой программой от «Сбербанка России». В Новый год с новыми планами и большими доходами. Светлана Лейкимова, Евгений Анисимов, Республика. Если вам некачественно оказали услугу, к примеру, в химчистке вместо любимого платья вернули бесформенную тряпку, это, конечно, плохо. Однако в некоторых случаях некачественное исполнение услуги может испортить не настроение, а всю жизнь. Речь об образовании. Ведь те, кто оказывает нам услуги, к примеру, ремонтирует автомобили или лечит зубы, где-то и когда-то этому учились. Кроме того, мы и сами получаем услугу под названием образований. Хотим в результате стать хорошими специалистами и получить достойную работу и зарплату. Конечно, ставить двойки отчислять несложно. Однако не всегда дело в нерадивости учеников. Для того, чтобы улучшить качество работы образовательных учреждений, существует так называемый менеджмент качества или проще управление качеством в образовании. Международная конференция под таким названием прошла в столице Татарстана. Здесь собрались те, кто разрабатывает и внедряет специальные методики и процедуры, с помощью которых контролируется качество учебного процесса. К сожалению, в образовании успехи видны не сразу. Это проходит годы, пока мы видим, действительно, что образование действительно качественное. И наши школьники, потом выпускники высших учебных заведений, занимают достойное место в экономике, от которой, в принципе, зависит и благосостояние уже всех нас, и стариков, и детей. Поэтому качество образования – очень важная тема. И этому тему мы посвящаем уже шестой год. Шестая конференция у нас. В этом году вопросов особенно много. В сентябре вступил в силу новый закон об образовании. Теперь всем учебным заведениям предстоит взять курс на потребности потенциальных работодателей. Нашу республику представляли те, кто занимается дополнительным профессиональным образованием, пожалуй, самых важных для общества специалистов – медиков. Это представители Института усовершенствования врачей. Коротко, Гедува. Сюда обращаются выпускники медицинских факультетов, чтобы пройти обучение в интернатуре или ординатуре и получить специальность для работы в практическом здравоохранении. Это будущие эндокринологи, анестезиологи, стоматологи, урологи, офтальмологи и так далее. Кроме того, в стенах этого учебного заведения врачи повышают свою квалификацию и проходят профпереподготовку. Для того, чтобы контролировать и улучшать качество своих услуг, в Институте создали специальный отдел менеджмента качества образования. Качество образования в сфере здравоохранения – это основа качества оказания медицинской помощи. Для постоянного улучшения образовательного процесса в Институте усовершенствования врачей внедрена система менеджмента качества. Первый сертификат соответствия национального стандарта ISO 9001 мы получили в 2010 году. Мы проводим постоянный мониторинг качества образовательных услуг, внутренний и внешний аудит, организуем обучение сотрудников по вопросам качества, изучаем удовлетворенность потребителей. Сертификация образовательных учреждений носит добровольный характер, но мы уверены, что это важный шаг на пути удовлетворения требований и запросов потребителей. Ценность конференции – это возможность поделиться опытом своей работы в сфере качества, изучить опыт работы своих коллег и обсудить общие проблемы и пути их решения. На конференции в Казани Гидуова вручили сертификат качества русского регистра и сертификат соответствия международного стандарта ISO 9001. А это значит признание качества на высшем уровне. Институт усовершенствования врачей стал первым учреждением здравоохранения и образования в республике, имеющим такой сертификат. Мне очень приятно поздравить руководителей Института усовершенствования врачей Чувашии. Это очень большое их достижение, это огромный путь, который прошел весь коллектив для того, чтобы разработать систему менеджмента, ее внедрить и, в конечном итоге, сертифицировать. Дело в том, что, как мы говорим, что сам сертификат – это как олимпийская медаль. Его тяжело получить, но еще сложнее выдержать. Потому что Институт будет ежегодно проходить инспекционные проверки, при которых должно подтверждать именно высокий уровень качества подготовки медицинских работников в своем учреждении. Мы существуем недолго. Наш институт создан неполных 14 лет тому назад. Если сравнить возраст нашего института с другими образовательными учреждениями, то мы самые молодые. Но, несмотря на это, за этот период при поддержке Министерства здравоохранения и социального развития в институте создана серьезная материально-техническая база. В институте открыты и функционируют 6 кафедр и 3 курса. Подобран высококвалифицированный педагогический персонал, который в своей работе использует самые современные методы обучения. Это и дистанционные образовательные технологии, и сетевые формы организации обучения. Что ж, теперь главное, чтобы за подобными сертификатами в следующем году от Чуваши отправились и представители других учебных заведений. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА